Субтитры делал DimaTorzok Всем привет, кто нас слышит. Пока никого вообще нет. Ноль. Пока, Зеро. Два человека смотрят. Пока сейчас подождем, как обычно. Несколько минут нужно. Ну да, до 10 минут вам, 5 минут подождем. Напишите, пожалуйста, звук слышно. Ну вот, плюсики поставили, значит, звук есть. Сейчас народ подтянется потихонечку. Можешь в Facebook пока зайти, на страницу пока презентацию не показываешь. Потом просто закрой и все, на презентации сконцентрируйся. А пока вот можешь посмотреть, как идет сейчас трансляция. То есть написано прямой эфир. Сейчас. Вниз чуть-чуть. Нет, не сюда, не сюда. В группу зайди. Не мучайся. Нет. Зайди в группу. Да. И вниз опускайся. А, есть, вижу, да. А, 10 человек. Да. Процесс идет. Ну и, Гварди, 10 минут и стартанем не будем никого задерживать. Ага. Ну и, Гварди, 10 минут и стартанем не будем никого задерживать. Ну и, Гварди, 10 минут и стартанем не будем никого задерживать. Гварди, 10 минут и стартанем не будем никого задерживать. Да, да, да. Ну, а в любом случае будут основной все в записи смотреть, как обычно. Плюс я продублирую это все на YouTube. Здесь уже такие вопросы пошли. Очень, очень профессиональные там. Осталось нам только патентного юриста еще найти. Если мы сейчас торговые марки регистрировать начинаем, нам надо еще юридические лица. Потому что с Европы вот эти вот тонкости сейчас, как бы, Александр там группу ведет, я смотрю, там сколько информации. Так что обращайте внимание, кому по Европе надо, идите в группу по Европе. Там очень, очень много всего. Еще интересную информацию нашел регистрацию торговой марки в Европе. То есть нам будет пройти этот путь и тогда уже то, когда назреет необходимость в этом. Да, потому что я так понимаю, торговая марка в Америке и патент в Америке не работает в Европе. Правильно? Да, да. Это только на США работает. Все ясно. Так, еще пару минут ждем. Ну, уже 23 человека. Есть смысл по крайней мере. Так. Вопросы что-то есть или только в виду 1 вопрос? Ну, вопрос пока не надо. Потому что они уйдут. Давайте после того как. С вопросами. Чуть маловасно. Ну вот так вот. У нас интереснее людям больше маркетинговые мероприятия. В 8 раз сколько было? Ну, рекордно у меня было в прямом эфире, по-моему, человек 150, не больше. А так в среднем это 50 человек. 50? Да. В среднем 50 человек, 50-60. Вот так вот болтаемся. То есть мы упали сотни. Была раньше сотня. Сейчас 50-60 человек. Ну, видимо, темы лайвов, они не всем интересны. И второй момент. Они привыкли не задавать вопросы, а больше смотреть видео. То есть просмотры видео не падают. То есть если было раньше за 2000, то сейчас в районе там полутора тысячи это нормально. Да, это нормально. Это только в Фейсбуке. Я, конечно, понимаю, может быть там кто-то заходит и не смотрит целиком. Но вот полторы-две вот так вот показывают данные. В основном около полутора тысяч я сейчас смотрю. Ну, плюс еще YouTube 500 человек. Ну, то я и говорил. В среднем 2000 просмотров. Так, 10 минут. Я думаю, можно начинать. Сегодня у нас тема торговой марки в США. Все, я запустил. Рассказывай. Поехали потихонечку. Окей. Здравствуйте. Зовут меня Любомир. Ну, сначала хочу извиниться. Может быть некорректное произношение на русском языке. Поскольку я как с Украины. Русский хорошо понимаю, но иногда высказаться может быть некорректные слова. Несколько слов бы хотел рассказать о себе. Я сам уже говорил с Украины. Действующий адвокат. Занимаюсь регистрацией торговых марок в Украине около семи лет. И на Амазоне около полугода. И возник вопрос о том, как себя юридически защитить. И сегодня вебинар будет посвящен именно торговой марке. Как, что это такое. Как провести ее регистрацию. Какие есть виды торговых марок. Что она дает. Какие плюсы, минусы. То есть это будет сегодня тема нашего вебинара. Торговая марка это обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Условно, торговую марку можно разделить на три категории. Как мы видим на экране, здесь слева. Это есть текстовая торговая марка. Вот Nokia Connecting People или Casio. Здесь используется только слова. Может здесь выделяться живым. Может быть кривые, подчеркнутые. Но это только используются сами буквы. Вторая категория торговых марок это как бы изображение. Вот по центре мы видим Apple. Это как бы яблоко. И нету никаких слов. Третий вариант справа это комбинированный. То есть это и слова и изображение. Как мы знаем интеллектуальная собственность в США, она хорошо защищается законом. Это для них как имущество. И нарушение это как кража. Может в наших странах постсоветского пространства, когда мы используем чужой софт, например Microsoft, который мы скачивали незаконно. Это как бы в нашей норме, но в США это как бы серьезное нарушение. И мы как продавцы на Amazon тоже хотим себя защитить, чтобы нашу собственность, которую мы придумали интеллектуальную, себя защитить от кражи. Для чего же нужна регистрация торговой марки? Ну во-первых, многие селлеры сталкиваются с хайджекерами. То есть это как бы есть вариант забанить хайджекеров. Мы должны это понимать. Второй вариант это защита от недобросовестной конкуренции. Что имеем в виду? Я в частности с этим не сталкивался, но уже идет информация о том, что китайцы сканируют нищи, в которых продавцы хорошо продаются. Они зарегистрированы как бренд регистри, но у них нет торговой марки. То есть они могут отсканировать на сайте патентном ведомстве, зарегистрировано или нет, и регистрируют на себя. Когда у них будет свидетельство о регистрации, они легко могут вас забанить, и вы несете существенные потери. Третий вариант это защита от бана аккаунта за нарушение интеллектуальной собственности. Но здесь речь не идет о нарушении патентов. Это как бы чуть другой вопрос. Есть случаи, которые говорят о том, что селлеров тоже блокируют за как будто нарушение интеллектуальной собственности чужой, хотя у них зарегистрированы бренд регистри. Поэтому регистрация торговой марки дает юридическое право защитить себя от этих вариантов бана. Регистрация торговой марки есть два варианта. Первый вариант, как показано на слайде, можно зарегистрировать и с Украины, и с России, и потом на США. Это долгий путь и дорогостоящий. Как мы видим, я написал в Украине, регистрация торговой марки стоит около 50 долларов. Это государственная пошлина. Потом, когда вы подали на регистрацию в своей стране, вы можете подать заявку по мадридскому протоколу на международную регистрацию. Для этого нужно заплатить госпошлину 650 швейцарских франков. Это черно-белый вариант, 900 франков цветной. И каждая страна дополнительно взимает дополнительные пошлины. В Америке эта пошлина составляет 337 долларов. Нидерланды берут около 100 долларов. То есть некоторые страны, там нужно смотреть, берут дополнительную пошлину. Это речь идет об одном классе. В США регистрация торговой марки госпошлина стоит 225 долларов за один класс. Во многих слушателей возникнет вопрос, а что такое класс? Есть такая международная классификация товаров и услуг. Там есть 34 товара и 11 услуг. То есть как бы всего 45 классов. А этих 45 классов сгруппированы товары и услуги. То есть торговая марка защищает в определенной сфере. Можно регистрировать, в основном выбираются те сферы, в которых вы занимаетесь. Если речь идет о продавцов на Амазон, основная наша сфера это продажа онлайн через интернет. То есть это услуга. Дополнительно можно взять класс как производство. То есть если мы делаем private label, мы производим какой-то товар. Товары есть разные. Из пластмассы, из склад. И это разные классы. То есть минимально мы берем один класс. Дополнительно мы можем взять класс как производство. Процедура регистрации торговой марки и проходят следующие этапы. Первый этап это подача заявления в бюро патентов. Я здесь как бы выделил жирным внимание. Что я хочу сказать, что подача заявления не гарантирует 100% получения вами свидетельств. Почему? Дело в том, что ваше торговое заявление на торговую марку может войти в конфликт с другими торговыми марками. Например, или текст созвучный, или графическое изображение. Но определяющим здесь есть именно класс, на который вы подаете заявление. Поэтому, что можно в этих случаях сделать? Ну, есть первый вариант. Это предварительный поиск. За это оплачивается государственная пошлина. И услуги юриста, ну, в принципе, оно идет как бы по стоимости регистрации торговой марки. В своей практике я использовал это очень редко, но в основном тогда, когда мы давали на ускоренную регистрацию. По большому счету можно превентивно посмотреть на сайте USPTO. Мы можем посмотреть текстовые торговые марки, которые уже зарегистрированы. И как же иметь такую общую картину, насколько наша торговая марка может конфликтовать. Если речь идет о графической торговой марке, этой информации нет. Поэтому или наугад подавать, или запрашивать все-таки предварительный поиск. Ну, исходя из финансов, каждый принимает решение для себя. Второе – это экспертиза торговой марки. Экспертиза подразумевает собой анализ, насколько ваша торговая марка может конфликтовать. За каждой торговой маркой закрепляется эксперт, который с вами будет общаться. И если есть какие-то вопросы по торговой марке, он будет вам направлять на электронную почту. И тогда уже, исходя из этих запросов, нужно, возможно, будет подключать американского юриста, ссылаться на какое-то законодательство. То есть, если будут конкретные противоречия. Выдается свидетельство на торговую марку сроком на 10 лет. В отличие от Украины, через 5 лет нужно будет подать декларацию об использовании. И надать свидетельство о том, что вы торговую марку в тех классах, которые вы заявляли, она используется. Например, в Украине у нас есть декларативная форма. Мы подаем на классы определенные, но мы не доказываем, что мы ее используем. Мы можем его использовать, мы можем не использовать. Но там, если дается определенное время, до 6 месяцев, если этого не придет документа, то торговая марка утратит свою силу и аннулирует. То есть, есть вот такие некоторые ограничения в ее использовании. Ну, вот такой краткий анонс по торговой марке. Если есть какие-то вопросы, задавайте, будем стараться ответить. Лежит как раз по проверку, но ты уже ответил на нее заранее. А, еще вопрос может быть о цвете. Вот, что забыл сказать. Цветовая гамма. То есть, торговую марку можно зарегистрировать в черно-белом или в цветном изображении. Какая разница? Если в вашем логотипе цвет как бы есть важным элементом отличия, тогда нужно его заявлять. В Америке, например, госпошлина одинаково. Что для черно-белых, что для цветных. Например, в других странах там идет доплата за использование цвета. Если ваша торговая марка может использоваться в разных цветах, то есть для вас это не принципиально, тогда регистрируйте в черно-белом цвете. То есть, здесь вот такие нюансы. Ну, может какие-то там есть вопросы? Ждем. Теперь по вопросам можно зайти в Facebook и под нашим роликом будут идти вопросы. Я уже переключаю, но у меня какая-то задержка идет. А это всегда задержка идет в трансляции. Нормально? Как совершенно? Минуту. Вы говорите о торговой марке и патенте. Это разные вещи. Понятное дело. Ну, процедура регистрации, ведь идет о процедуре регистрации. Пендинге она находится и патент. Еще раз, еще раз. Ну, по патентам я как бы никогда не занимался и у меня в этом опыте опыта нет. Большая проблема именно в языковом... ... 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 Потому что, например, в Украине регистрация стоит 50 долларов, 50 долларов услуги минимально. На это тратится до часа времени, час-полтора. То есть тысячу долларов для нас это очень большая сумма за такое потраченное время. Ну там у них и сантехник стоит 150 долларов в час, по крайней мере в Канаде мне товарищ рассказывал, 100 с копейками долларов. Да, это очень дорого котируется, а если, например, к торговой марке еще там нужно будет какие-то нюансы и дополнительно отвечать или запросы делать, они тарификуют это по часу и час у них ценится около 350 долларов. Вот вопрос поступил.